Доброе утро, Хакасия! Вот и праздничные небольшие каникулы подошли к концу. И сегодня с вами в студии мы, Ксения Вербер и Александр Кравченко. Да, я запомнила. Молодец! Ну, а мы вам расскажем такое интересное, такое интересное! Ну что, поехали? Заглянем в праздничный календарь, и он предлагает нам вдоволь повеселиться. Ведь сегодня Международный день клуба веселых и находчивых. О! Чем это не повод посмотреть какой-нибудь любимый выпуск из этой программы? Ну или наоборот, совершенно новый? Согласен. Ведь самое главное – смех продлевает жизнь. А еще, когда вы смеетесь, то укрепляете мышцы лица, желудка и диафрагмы. В целом, в процессе смеха принимает участие около 80 различных групп мышц. А еще он активизирует больше внутренних косых мышц живота, чем выполнение упражнений на скручивание. О, мне, кстати, сразу видео вспомнилось про людей, которые смеются. Ну, очень забавно, я предлагаю его посмотреть. Он отходил, он ушел. Больше, больше, больше. Больше. Ну вот, в пародии на индюшку и пароход им бы точно не было равных. Да уж, ходят слухи, что они до сих пор там смеются. Ну что ж, успокоимся, возьмем себя в руки. Все-таки есть еще и другие праздники. Вот, например, Всемирный день без Wi-Fi. Да, праздник, конечно, интересный, но отметить мы его не сможем. Ведь без интернета мы не сможем найти интересных новостей, которые бы рассказали вам. А, например, праздник День Капучино мы с легкостью отметим. В сути, да, согласна. О, я обожаю этот напиток. Особенно круто, когда Борис какой-нибудь профессиональный или не очень профессиональный какое-нибудь классное изображение на пенке рисует. Ну, когда очень красивое изображение, то да. А вот когда получается как-то так... О, ну ему просто потренироваться нужно, хорошечно так. Только вот непонятно в чем, в рисунках или все же в управлении эмоцией? Я считаю, главное, в последнем. Ну да. Ну ладно, что мы отвлеклись. Еще у нас праздник День Исполнения Желаний. Тогда у меня срочно есть одно на примете. В общем, такая ситуация у нас с тобой праздники немножко закончилась. Надо переходить к рубрике «Пять фактов». Хитро. Поэтому мы вам расскажем факты о нашем любимом герое. «Пять фактов о лисе». Смотрим. Самая мимимишная и маленькая лиса «Феник» живет в пустынях Северной Африки. Размерами она примерно с котенка. Вес взрослого зверька максимум полтора килограмма. Высота в холке примерно 20 сантиметров. Длинные уши до 15 сантиметров и визитная карточка «Феника». Это уникальный инструмент для того, чтобы улавливать даже малейшие шорохи на дальних расстояниях. Но не только. Маленький лисенок не выделяет пот и охлаждает тело благодаря обширной поверхности ушей. А подушечки его лап покрыты шерстью, что позволяет ему гулять по раскаленному песку. Кроме того, мех на лапках помогает зверьку маневрировать по зыбучим пескам и юнам. Древние люди пытались приручить лис. На территории Иордана археологами была обнаружена могила с останками человека и его лисы. Судя по всему, ручной. Исследователи также пришли к выводу, что к этим животным одно время относились, как и к собакам. Люди пытались их приручить. А домашняя порода лисиц была выведена в 60-х годах в СССР. Кстати, рыжие просто обожают играть с мячом. В Швейцарии из-за этого страдают гольфисты. Так как хитрые и юркие лисы часто воруют мячи с поля. Откуда взялось это пристрастие к мячикам? Неизвестно. Лисы очень выносливые животные и могут бежать без остановки всю ночь напролет. Во время бега они способны развивать скорость до 50 км в час. Охотятся лисы предпочитают ночью. В основном питаются грызунами. Живут в норах. Причем рыть их самостоятельно хитрецы не любят. А предпочитают занимать дома барсуков, дикобразов и других животных, когда хозяин отсутствует. Лисица может произносить около 40 различных звуков. Среди них радостные и восторженные вопли, урчание, мяуканье. Эти животные могут и на луну повыть. Какие точно звуки издают лисы, сказать сложно, поскольку у каждого зверяка есть свой индивидуальный окрас голоса. Стоит отметить, что лисы не лают, а именно тявкают. А еще они умеют ворчать. Если животное не в настроении и не хочет, чтобы его трогали, то издает звук, напоминающий ворчание. В Японии лиса стала значимым персонажем в фольклоре. Китсуны так называют лису, которая наделена сверхъестественными способностями и может обращаться или вселяться в людей. С помощью магии она создает огонь, появляется в чужих снах и насылает иллюзии, которые не отличишь от действительности. Как и люди, китсуны бывают добрыми и злыми. По мифологии, чтобы стать лисой-оборотнем, этому животному нужно прожить от 50 до 100 лет. От возраста зависит многое. Чем старше и сильнее лиса, тем больше у нее хвостов. Когда их вырастает 9, то китсуны становятся духами-хранителями и помогают юным заблудшим душам найти правильный путь. По народному календарю сегодня Димитриев день. И на него было принято проводить поминки по ушедшим родственникам. В этот день пекли блины и первый нельзя было есть. Он предназначался для покойных. Я тоже знаю традиции этого дня. Вот, например, нельзя было что-то делать с водой. Типа мыться, стираться, посуду мыть опять же. Уж много очень мистики у наших предков было. Что-то позитивное есть? Ну да, конечно. Вот, например, с этого дня начинали активно играть свадьбы. Но вот для сватани это был именно последний день. А дальше все, не сезон, так сказать. А вот если вы чистите лук, то стоит обратить внимание на его кожуру. Ведь если та очень плохо рвется на луке, то это к суровой зиме. Так, все, мне надоело показывать и говорить о природных катастрофах. Я предлагаю о чем-нибудь о хорошем, о позитивном. Иначе все, бунт устрою. Вот мы хоть и не на корабле, а в студии, но я все равно устрою. Хочу о красоте говорить. Ну хоть примет-то приведи. Да, прочь пареные репы. Я же на севере долгое время жила. У нас там сугробы по макушку. Да, северное сияние. Красота. А ты знаешь, кому повезло? Кому? Точно не тебе, а исландцам. Они эту красоту могут 8 месяцев подряд наблюдать, и сезон уже открыт. Вот новые видео и фото из этой страны. Кстати, радоваться такому явлению они начали еще с начала сентября. Но в эту ночь оно было особенно прекрасным. Красота. Выглядят как танцующие в небе всполохи света. Кстати, обычно они зеленые, но встречаются и другие цвета. Цвет зависит от того химического элемента, частицы которого ионизируются. Между прочим, природа магнитного поля Земли определяет тот факт, что сияние видно только около северного или южного полюса. А древние скандинавы верили, что это блеск доспехов валькирии. Воинственных богинь, которые забирали воинов за гробную жизнь. Эх, красота. И к мифу хорошо подходит, между прочим. Ну а сейчас давайте вернемся обратно к нам в Хакасию и узнаем, насколько же у нас уже зима близко. Из прогноза погоды на сегодня. Черногорский и Усть-Абакане пасмурно. В светлое время суток плюс три. Ночью минус два. Западный ветер. В Сурске днем плюс два. Ночью градус упадет до минус четырех. Среногорский и Бея значительная облачность. В светлый период плюс четыре. После полуночи минус три. Западный ветер. В Белом Яре ситуация схожая. Днем плюс три. После заката минус два. Возможны осадки. В Аскизе днем плюс три. Ночью столбики термометров опустятся до ноля. Облачно. В Таштепе и Абазе ситуация схожая. В светлое время суток плюс четыре. А ночью градус упадет до минус одного. Западный ветер. Шира неба будет затянуто облаками. Температура днем плюс два. После полуночи минус три. В Баграде и Копьево также пасмурно. Днем плюс два в среднем. А ночью градус упадет до минус двух. Вероятность осадков низкая. Западный ветер. В Абакане значительная облачность. Днем плюс три. После заката минус два. Западный ветер. Атмосферное давление высокое. Ксюша, хочешь легендарную новость? Прям из Новосибирска. Есть у меня небольшая такая. Давай, извините, свал. Я даже прочитаю. Сотрудника новосибирского СИЗО отправили в СИЗО за попытку продать наркотики арестанту в СИЗО. О, как интересная новость. Рекурсия какая-то получается. Слушай, у меня тоже есть одна новость. Она тоже от наших соседей. Тоже криминальная, кстати. Красноярский дилер пытался провести почти полтора килограмма наркотиков растительного происхождения в кузове машины. Мужчина привез запрещенный груз из Тувы и планировал продать. Но его планам было не суждено сбыться. Потому что его остановили. И у служебной собачки оказался ну уж очень хороший нюх. Да уж. Ему светит очень серьезный срок. Ты даже не представляешь, насколько там до 20 лет лишения свободы, между прочим. Жуть. Ну что ж, каждый выбирает свой путь. Как и ты, кстати. А я тут при чем? Ну как? Ты сама выбрала путь. С кем дома жить. Какого кролика завести. Тьфу, ты мне, блин, тоже сменил тему. А ты хоть кроликом-то занимаешься? А то он такими темпами превратится у тебя в тостого крола. Ну, конечно, я занимаюсь. Он все время часто бегает, гуляет, там все дела. Ну, конечно, молодец. Но надо ему расти и расти. И вот, кстати, как расти? Вот следующее видео как раз про это. Не, ну тут кролик, конечно, заряженный. Прям такой гоночный болид, я бы сказала. Ну, ну, мой-то, если честно, не такой, да. Что, решила тренировать его? Ну, возможно. Молодец. А вот буду ли я его действительно сегодня тренировать? И вообще, что ждет вас сегодня, об этом мы узнаем из астропрогноза. Значительные расходы могут заставить ООНов активно заняться поиском финансовых ресурсов и источников заработка. У тельцов обстоятельства потребуют возвращения долгов, а, возможно, вам придется делиться прибылью. Если есть претензии к кому-либо, лучше всего решить проблему в суде. У близнецов вероятность осуществления намеченного на сегодня весьма велика. Раки. День у вас сложный, но увлекательный, богатый неожиданными знакомствами и заманчивыми перспективами. Львы в плену своих фантазий, и некоторые из них могут неожиданно реализоваться в той или иной форме. Стоит лишь подумать, и желаемое возникнет перед вами, как по волшебству. Астрологические условия этого дня не позволят девам расслабиться. Проблем и забот будет достаточно для того, чтобы утомиться морально и физически. Весы. Остерегайтесь ссор с представителями противоположного пола. Особенной деликатности потребует разговор со старшими родственниками. Сегодня для скорпионов на деловом поприще вероятно заключение выгодных договоров и достижение компромиссов в спорной ситуации. Вероятно, сегодня у стрельцов появится возможность хорошо заработать, однако придется немного поволноваться. Сегодня проявление козерогами активности не всегда будет встречать понимание у коллег и сослуживцев. Предстоит учитывать, что редкий человек захочет потесниться и уступить свое место. Доброе отношение открывает перед водолеями двери любого общества. Постарайтесь не растерять эти качества в суете сегодняшнего дня. В целом, этот день будет благоприятным для рыб. А чтобы не тратить на мелочи свое время и силы, желательно спланировать его с самого утра. Хакасия – это удивительный регион с чудесной природой, обширной историей и, конечно же, богатыми ресурсами. И всю эту красоту в своих работах раскрывает наш сегодняшний гость – это промышленный фотограф Евгений Мирошниченко. Евгений, здравствуйте. Здравствуйте. У меня к вам первый вопрос такой. Что же это такое вообще промышленный туризм? Ну, как мы все знаем, туризм – это открытие для себя чего-то нового. Люди приходят, например, на какой-то природный объект, его изучают, смотрят, получают впечатление и этим наслаждаются. Промышленный туризм – это то же самое, только мы идем не на какое-то красивое природное место, водопад или реку, а мы идем на промышленное предприятие, где тоже очень много интересного, очень много познавательного. Если в каком-то природном парке или у какого-то исторического места человек вдохновляется присутствием в этом месте, он преображается, его душа, созерцая всю эту природную красоту, то на промышленном предприятии человек получает такие эмоции, которые рождаются в нем при просмотре, ну, хочется сказать, старых советских фильмов типа «Высота», да? Когда вот в самом конце фильма, когда пробивается вот эта вот пробка в доминой печи, вот течет чугун, вся вот эта музыка, и промышленный туризм, он позволяет увидеть это человеку не в кино, а в реальности. И это очень важно, потому что человек может увидеть, как рождаются привычные для него вещи. Та же, например, металлическая ложка. Сколько в ней труда и сколько в ней удивительного. В простом предмете, в медном породе, в металлической ложке. И в республике Хакасия как раз здесь есть и красивая природа, и эта красивая природа, она как бы обнимает и создает фон для восприятия вот этих вот огромных промышленных объектов. В республике Хакасия добывается очень много металлических руд, и это все происходит просто в гигантских красивых мегакарьерах. И мне посчастливилось, например, быть на одном из таких карьеров. Это карьер Сорского ГОКа. Это совершенно поразительное и удивительное место. Это даже сама глубина в 500 метров. Вы туда спускались прямо? То есть как это все происходит? Ну, если вспоминать поездку на Сорский ГОКа-набокатительный комбинат, то там было посещение и самого комбината, и было посещение непосредственно карьера. Но чтобы понять, что такое карьер, нужно побывать сначала на его вершине, а потом спуститься в самый низ. Интересно. И удивительно, знаете, что когда ты стоишь наверху карьера, да, и там, ну, пытаешься его сфотографировать, то он тебе кажется не таким большим, каким он есть на самом деле. А я думала, наоборот. А нет, знаете, а все познается в сравнении. Потому что когда ты стоишь на борту карьера, да, вот на том месте, где заканчивается его выработка, то ты не понимаешь, что твой взгляд, твой глаз практически не может различить едущие белазы по его стенкам. И их просто не видно. Да. И когда ты в течение минут, сорока минут спускаешься по вот этим выработкам ниже, 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 они мимо тебя проезжают, и ты спускаешься, и ты понимаешь, что вот на этой стенке, в ней, может быть, солнце никогда не появляется, там такая глубокая тень, оно просто не может пробиться сквозь эту глубину. И это удивительная вещь. Ну, плюс, конечно, я много на каких был карьерах, но Сорский, чем меня поразил, это своим цветом. Он красный. Я никогда не видел медных карьеров, больших вот таких, ну, где много меди. Хотя, безусловно, в Сорске добывают не только медь. И вот это было интересно. Ну, и, конечно, сам процесс обогащения руды, он тоже очень интересен. И я думаю, вот поэтому и промышленный туризм и важен. Что не только взрослые, но и дети могут увидеть. Это какие-то закрытые территории, куда обычному туристу-то как бы вроде и не попасть. Или все-таки проводятся какие-то экскурсии туда? Или это просто можно вот так же посмотреть, например, на ваших фотографиях, да? Или какие-то видео посмотреть с этим совсем? В России сейчас как раз идет бум и большой спрос на промышленный туризм. И многие не только промышленные предприятия, да, но и холдинги, объединения, ну, которым принадлежат эти предприятия, они как раз и открывают для туристов двери своих предприятий. Ну, наверное, пионером в Хакасии таким можно считать Сайнашушинскую ГЭС. И мне посчастливилось... Да, и мне как раз посчастливилось быть и на открытии самого туристического маршрута, и по заказу управляющей компании делать фотопрезентацию этого туристического маршрута. Сайнашушинская ГЭС, вот что удивительно, что она сама по себе из-за своих огромных размеров, разная в разное, при разном освещении, так еще добавьте к этому облака и небо, и солнце в Хакасии. И получается, что там можно вот буквально каждый день приходить, ее фотографировать, и она будет совершенно разной, бесконечно. Это бесконечное количество вариантов. Вот поэтому я даже в какой-то степени завидую людям, которые живут в Черемушках, потому что им это доступно каждый день. Я надеюсь, что вслед за примером Росгидро и другие промышленные предприятия Хакасии откроют для жителей республики свои двери и для гостей республики. Ну и, безусловно, Министерство экономического развития и Туристко-информационный центр делают все возможное для того, чтобы промышленного туризма в республике становилось как можно больше. Ну, в том числе и, я думаю, моя небольшая заслуга в этом есть, потому как я произвожу контент, показываю фотографии. Вы как раз сотрудничаете с ТИЦ, да, я так понимаю? Да-да-да-да, я как раз контент-мейкер, так скажем. Я сотрудничаю с ТИЦ уже, сколько у нас, второй год пошел нашему сотрудничеству очень интересному. Ну, и я надеюсь, что вот через мои фотографии увидят люди и туристы, и собственники, и руководители предприятий, что этим нужно заниматься. А вообще, в целом, если говорить, то какой вы Хакасии видите? В Хакасии простые вещи, привычные, они удивительным образом преображаются. Вот, взять, например, ту же, те же самые линии электропередач. Ну, они привычные, они есть в каждом регионе, они есть везде. Ну, да. Но в Хакасии, за счет того, что здесь удивительное небо, оно постоянно живое, я нигде не видел небо красивее, чем в Хакасии. Здесь очень интересный рельеф местности, и он постоянно обновляется, обновляется, он в разное время года, у него разные цвета. И здесь очень плотное солнце. И вот сочетание вот этих вот факторов, оно может любой привычный пейзаж раскрасить. И вот за счет вот этой вот раскраски совершенно простые вещи, они преображаются, они становятся просто картиной. И я вот не зря, наверное, сказал про ЛЭП. Мне здесь удалось снять несколько, ну, на мой взгляд, очень удачных фотографий. Вот именно, вот где просто небо и линии электропередач. Ну, это все прекрасно и замечательно. А что, какие планы дальнейшие у вас? Дальнейшие планы открывать для себя регион, открывать для себя Хакасию, так как я здесь живу не так давно. Очень надеюсь, что наше сотрудничество с ТИЦ продолжится, что вместе с ними, ну, вместе с ребятами я открою для себя еще много нового и интересного. И все-таки хотелось бы, чтобы промышленный туризм в республике развивался, чтобы люди понимали, насколько это важно, насколько это интересно. Вот. Ну и планы сугубо творческие снимайте, снимайте и еще раз снимайте. Ну, замечательно, когда человек так любит свою работу. Я это поддерживаю. Евгений, спасибо большое, что заглянули к нам этим утром. Удачи вам. Спасибо. Ну, а мы движемся дальше, так что ни в коем случае не переключайтесь и делайте звук погромче. А о чем мы ее попросим? Хочу знать пароли от всех мобильных банков. А как ты их запомнишь? А пусть они все будут одинаковые. Один, два, три, четыре. Хе-хе. Хе-хе. Если вы сами им не расскажете, никто не расскажет. Берегите ваши секретные данные от мошенников. Узнайте больше на финкульт.инфо. Саш, мне срочно нужна твоя помощь. Да, слушаю. Ну, у тебя же машина есть, да? Есть. Мне срочно нужно перевезти мой неразборный шкаф. Ну, я, конечно, попробую помочь, если неразборный. Ну, давай, чтобы у тебя отмазок никаких не было, посмотрим вот это вот видео. Водитель дорогого кабриолета не знает слова «не могу» ну или «платная доставка». В багажник, конечно, мало что может поместиться, но из-за того, что машина без крыши, она с легкостью может перевезти и крупногабаритные вещи. Если бы я это вживую видел, я бы просто не поверил, ну, сказка какая-то. Кстати, Ксюша, ты веришь в сказки? Конечно, верю. Особенно я люблю сказочные балы, вот эти волшебные. Ты хочешь на бал сходить? Ну, а было бы неплохо. Главное дело, чтобы все было по правилам. То есть платье, карета красивая, роскошная. Кстати, я тут недавно одну карету видел, которая явно куда-то опаздывала. Мужчина двигался по дороге, на которую неожиданно выехала карета. Да не просто выехала, а прям с искрами из-под колес. Кучер явно спешил куда-то. Спешил куда-то? Так это еще мягко сказано, слушай. Он, наверное, просто не любит ждать. Ну, может быть. А вот кто точно не любит ждать, так это водители красненьких машинок. Ну, это еще почему? Ну, потому что вот в Бельгии одна семья так спешила и так не хотела ждать, что решила проехаться по мосту, который стали разводить. Как и только не застряли, и вскоре гравитация победила. Полным составом семья оказалась в больнице. Да уж, лихо они проскочили. Ну, а я предлагаю просмотреть еще больше новостей из мира авто. Не штрафуемый порог превышения скорости предложили снизить до 5 км в час. Пока что в России по-прежнему продолжает действовать норма, предполагающая высокий ненаказуемый порог превышения скорости плюс 20 км в час к установленному на участке дороги лимиту. Также предлагается увеличить штрафы за превышение скорости. Еще один важный момент. Автор инициативы предлагает запретить водителям, пойманным на любом превышении скорости, пользоваться правом уплаты штрафа с 50-процентной скидкой. Напомним, такая возможность есть у тех, кто не откладывает постановление ГИБДД в долгий ящик и платит в течение 20 дней с момента появления документа. Цены на ОСАГО изменятся. Регулятор предлагает сделать автогражданку еще дешевле для аккуратных водителей с большим стажем. И дороже для тех, кто становится виновником ДТП. В России на сегодняшний день все автовладельцы обязаны иметь действующий полис ОСАГО. Этот документ страхует гражданскую ответственность водителей, то есть защищает их, если они становятся виновниками аварии. В таких случаях страховая компания обеспечивает пострадавшей стране или ремонт транспортного средства, или покрывает ущерб за счет денежной выплаты. Госдума начала сбор отзывов на законопроект, резко повышающий штрафы за выброс мусора из машин. Окурок из окна машины может обойтись водителю в 10-15 тысяч рублей. Если выбросить второй раз, ставки возрастут до 20-30 тысяч. Инициативу внесли в парламент страны Московская областная дума и Московская городская дума. Ловить же нарушителей будут камеры. Обочины дорог не должны превращаться в мусорные полигоны. Даже одной бумажке или смятому пакету от сока там не место. Странно, что не все водители это понимают. Минутка хороших новостей. Мужчины шли себе спокойно, никого не трогали, и тут увидели черепаху, которой нужна была помощь, и помогли ей. Минутка хороших новостей. Какие молодцы! Мне кажется, она бы точно не справилась сама. Мне кажется, она просто уже потеряла надежду. Но как только ее начали шевелить, она поняла, мир не без добрых людей. Чудесная история. Но мне хочется смеяться. Я тогда помогу. Я буду тебя переворачивать. Так, подожди, подожди. Не надо меня переворачивать и нести никуда не надо. Ну ладно, я тогда буду нести эфир к прикольным и забанным видео. В эфире наша любимая рубрика по приколу. Встречайте! 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 5 утра Тебе не стыдно?